25 июля в России отмечается день сотрудника органов следствия. Накануне праздника мы встретились со старшим следователем Бежевского международного следственного отдела регионального следственного комитета Олесей Бородулиной и ее 16-летним сыном Александром. В профессии Олеся Васильевна 18 лет. Начинала со старшего следователя Макса Тихинской районной прокуратуры. Самое интересное уголовное дело было в 2017 году, когда на территории нашего района, в деревне, на дороге между двумя населенными пунктами, заброшенными деревнями, был обнаружен труп пожилого человека. И в результате совместной нашей кропотливой работы сотрудниками уголовного розыска, взаимодействия с полицией, были установлены лица, совершившие данное преступление. Кроме того, были установлены еще ряд преступлений и другие лица были установлены, которые совершили еще ряд преступлений в отношении этого же гражданина. Дело было направлено в Тверской областной суд. Они получили очень большие сроки. 5 человек работало, то есть 3 женщины и 2 мужчины. Группа. Разными группами, разными составами совершали разные преступления. Это кражи, это нападения разбойные с причинением физических повреждений потерпевшим. Он пожилой был мужчиной, ему было около 80 лет. Нападали с целью получить от него денежные средства. В профессии исследователя считает Алисе Бородулина самое сложное найти общий язык с участниками уголовного процесса. Если ты себе сможешь расположить участников следственного действия, найти с ними общий язык, то и работа по данному уголовному делу, она будет гораздо проще. Успех профессии, уверена Алиса Васильевна, основан на любви к своему делу. Как и любую другую профессию надо любить. Надо понимать, что ты делаешь. И когда ты любишь профессию, я думаю, что и все можно преодолеть, любые сложности, трудности. И контакт тоже с людьми найти можно будет. В семье Алисы Бородулиной подрастают двое детей. У 16-летнего Александра есть 9-летняя сестра Аня. На наш вопрос, как удается сочетать профессию исследователя с семейными заботами, Алиса ответила так. Не все просто в этом направлении. Но самое главное – это распланировать. Распланировать будни своей семьи, детей в первую очередь. То есть они у меня очень занятые люди, несмотря на их юный возраст. И самый пиковый день – это всегда 1 сентября. Это получить расписание со всех учебных заведений и спланировать расписание своих детей. И уже когда есть расписание, дети привыкли к этому, они очень организованы в этом плане. И по этой причине мне уже с ними просто гораздо проще, чем с маленькими совсем, когда они были маленькие. А так, конечно, мне помогают мои близкие. То есть у меня живут бабушки, сестра, это близкие мои люди, папа, муж мой. И они все полностью погружены в воспитание наших детей. Семья – самая лучшая. Лучшие родители. Я всю семью очень сильно люблю и за все ей благодарен. Дети в семье Бородулиных – люди творческие. В родной Максатихе осваивают музыкальные инструменты, занимаются спортом. Старший Александр собирается поступать в военно-музыкальное училище имени Халилова. Саша сейчас уже пробует себя как певец. У него две авторские песни, два клипа профессионально записанных. Он участник многих музыкальных проектов, всероссийских музыкальных проектов. Лауреат и дипломат многих конкурсов как регионального значения, так и всероссийского значения масштаба. И в настоящее время одно из последних его достижений – это он снялся в главной роли фильма «Настоящее лето» Димки Бобрикова. То есть он играл Димку Бобрикова. Фильм снимался в Тамбове, в самом городе Тамбов и в село Добрыня, недалеко от Тамбова. Но я думаю, что он там получил колоссальный опыт. Проходил кастинг, 800 человек участвовали в нем. Потом мне предложили, я отправил все задания, которые нужно были, и меня отобрали на главную роль. Круглосуточно ты на площадке, очень тяжело, но все справлялись, все молодцы и все довольны работой. День работника следствия объединяет несколько правоохранительных структур. Это Следственный комитет, МВД, другие службы. Следствие – это работа, требующая терпения, выдержки, внимания и уважения к людям.